Сейчас мы с вами посмотрим испытания с работой с тематизатором. Как правильно применять стропы, ремни, карабины и прочие элементы систем защиты в этом учебном классе осваивают теоретически. Рядом зал для отработки навыков на практике. Учебно-тренировочный полигон был оборудован год назад в одном из освободившихся зданий завода разделения изотопов СХК. Специалистами отдела охраны труда разработаны инструкции и учебная программа. За год обучения прошли более 200 сотрудников комбината. Как исполнители работ по нарядам, допускам, также ответственные руководители по безопасному производству работ и также инструкторы. Если работник сдал успешный экзамен, работнику выдается удостоверение на право выполнения работ на высоте. Внимание! Внимательно еще смотрим за карабином, чтобы карабин закрывался полностью. Карабины переставляем один на одну сторону, второй на другую. Подготовка к экзамену – это целая неделя занятий. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования Василий Помогаев вначале сам прошел обучение на этом полигоне как инструктор, а теперь готовит свою бригаду, работающую на тепловых сетях. Осваиваются навыки применения систем спасения и эвакуации, блокирующих устройств, страховочных привязей и других средств защиты от падения. Наши в зону обслуживания ходят и тепловые сети, и колодцы водопроводной канализации. Вот поэтому при спусках колодец, при работах на достаточной высоте мы используем навыки, приобретенные здесь. Инстинкт самосохранения есть у каждого человека. Поэтому каждый человек, который приходит на наш полигон, с интересом относится к данным средствам индивидуальной защиты и вообще к обучению. Раньше подобная подготовка была организована непосредственно на рабочих местах. Но на специально оборудованном полигоне обучение проходит, конечно, более качественно. Информацию хватает на лету. Взять под контроль каждый шаг персонала при работе на высоте, выработать умение действовать в аварийных ситуациях – это важная составляющая политики комбината в сфере безопасности. Продолжение следует...